Надежда Смирнова счастливая мать, так говорит о себе сама, воспитывает трех детей. Старшей Кате 15 лет, средней Даше 10, а маленькому Роме всего 4 месяца. Днем девочки в школе, затем хобби, обе занимаются танцами, а вечером уроки. Все обязательно вместе, это основа стратегии воспитания в семье. По выходным отдых, что важно, чтобы совместный. Вот в выходные мы садимся всей семьей, открываем чипсики и смотрим какие-нибудь киношки. Может быть, смотрим какие-нибудь смешные мультики, вместе все смеемся. И мы весело проводим время всей семьей, то есть нам не скучно, мы не сидим в телефонах. В июле Надежда стала мамой в третий раз. Ребенок долгожданный и очень любимый. Никакими сложностями домашних не удивить. За воспитание взялись сообща. Мы маму долго просили, чтобы она кого-то родила. Просили либо сестренку, либо братика. Я каждый Новый год загадывала, писала письмо, сжигала. Хотела себе кого-нибудь. И очень это рада. Дети выросли и хотелось свою любовь, которую мне еще много, материнскую ласку отдать еще кому-то. Я чувствовала, что хватит еще на одного ребенка. Поэтому дети помогают мне в этом. Ребенок маленький, окружен заботой и лаской втройне. Даже в четверне папа четвертый человек, который дарит ему любовь. Многодетных семей в регионе немало. По данным Департамента соцзащиты населения, 8 тысяч. Это только те, кто стоит на учете. Все блага, которые положены за третьего и последующих детей, носят заявительный характер. Родители должны прийти и получить удостоверение многодетной семьи. И только после они смогут получать преференции от государства. А их порядком. Скидка за коммунальные услуги, предоставление топлива, предоставление бесплатной собственность земельных участков. Это и бесплатные путевки для детей в санаторно-здоровительные, загородно-здоровительные лагеря. И бесплатный проезд по универсальной карте школьников в Ивановской области. Ряд выплат, которых всем уже известно. В этом году в плане дополнительных мероприятий, утвержденным правительством региона, появилась новелла. Многодетные семьи получили право бесплатно ходить в театры. Для них выделили по 30 билетов на каждый спектакль из тех, что подходят для детской аудитории на 13-м ряду. Надежда и ее семья считают, что любая помощь – это благо. И всем предложенным нужно пользоваться. Существенно облегчает жизнь сумма в 10 тысяч рублей ежемесячно, которую получают на третьего ребенка. Теперь в семье планируют оформить документы и на участок. Поскольку за третьего ребенка положен участок, нам бы хотелось, чтобы он был максимально приближен к нашему местоположению. Чтобы если бы мы строили дом нашим детям, то он был поближе к нам. Чтобы они к нам могли приходить, и мы к ним могли приходить, то есть помогать. Глава семейства Смирновых Анатолий говорит, что в доме все держится на надежде. Она и хранительница очага, и вдохновительница, и источник жизненных сил для всех. Все делать размеренно, спокойно. Это с первым ребенком мы тут приехали домой и метались, что с ним делать. Когда привезли и вторую, и младшего ребенка, все, уже все как отточено было, скажем так. Уже все быстро. С дочерьми маме удалось выстроить доверительные и близкие отношения. Если что, к ней и только к ней, за советом и помощью. Подружки не всегда поддерживают и правильно поймут, а мама, она же все-таки мама. Она всегда будет на твоей стороне. О выходе на работу пока говорить рано. Все силы и все время надежды уходят на семью. Перед женщиной важная задача – воспитать счастливых людей. Порядочными самое главное, добрыми, отзывчивыми, хорошими людьми в первую очередь. Чтобы у них было очень много хороших и добрых друзей, и они были такими же. Ну, соответственно, образование. Любили маму, папу, бабушек, дедушек. В этом году появилась еще одна поощрительная законодательная новелла от правительства. Сейчас документы на рассмотрении. Если ее примут, то три мамы в Ивановской области единовременно получат денежную выплату. У Надежды Смирновой большие шансы. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.